Максим еще до сих пор не верит в то, что прошел отборочный тур в телешоу «Голос дети», но даже участие в конкурсе не освобождает его от занятий по вокалу. Педагог Елена Николаевна всегда требовательна к своим ученикам. И, как говорится, совершенству нет предела. Сегодня на уроке вновь репетируют те композиции, с которыми юный исполнитель выступал на телевизионном проекте. Видеозапись с выступлениями сына родители отправили на Первый канал, а затем от редакторов проекта пришло приглашение на кастинг-конкурса. Он проходил в телецентре «Останкино», где собралось большое количество детей со всех регионов нашей страны. Приятно было, что очень много детей. У кого не спрашиваешь, откуда, 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 ни одного не встретил из Москвы. То есть Екатеринбург, Пенза, Владивосток, Ленинград, то есть Санкт-Петербург, там все города. А Максим говорит, а нам-то как, Москва? Я говорю, нет, почему Москва? Ты же в Видном родился. Был представитель на конкурсе, как бы от города Видное. Только, мне кажется, из-за этого можно было бы поехать. Ну и попробовали всегда, почему бы и нет. Участие в «Голосе» позволило Максиму познакомиться с такими же талантливыми ребятами, как и он. И, конечно, получить бесценный опыт, ведь на проекте с детьми работают профессиональные музыканты, которые распевают участников перед выступлениями и дают рекомендации. То, что я выступаю в конкурсах, это, конечно, заслуга моих учителей. Узнать свои способности и как их дальше развивать. Меня в сотку взяли, и это уже есть какая-то малипухенькая победа. Сейчас юный музыкант учится в Видновской детской школе искусств во втором классе. Ему очень повезло с педагогом Еленой Щербой. Всю свою жизнь она посвятила творчеству. Долгое время работала в Московской консерватории. Исполняла ведущие партии в операх «Пиковая дама», «Аида», «Царская невеста». Сегодня своим уникальным опытом она делится с детьми. И, конечно, гордится их успехами. Чтобы ученик второго класса выступал на таком конкурсе, это первый раз, действительно. Ну, он хороший мальчик очень, и мы его заметили сразу. Дали ему этого капитана, и он пел практически во всех концертах у нас этого капитана. Так что она напета, это вещь. Впереди у Максима, конечно, еще много конкурсов и побед. А пока он усердно занимается и мечтает стать профессиональным музыкантом. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошлева. Видное ТВ.